Добрый день, добро пожаловать на канал Процветок. Меня зовут Саша. Добрый день, меня зовут Зоран, я ресторан. Сегодня будем готовить имбирные пряники. Имбирные пряники это вкус, запах, рождество. В имбирные пряники нам нужен кардамон, имбир, какао, ванилка и конечно будем добавлять анис. Кроме этого нужно нам масло растительное, мед, но мед нам нужен у растопленного виду. Можете као ставить на комнатной температуре, либо в микроволновке, ну пару секунд, чтобы он зашелся. Сахар и яйца, но яйца нам нужно комнатной температуры, когда будем взбивать яйца и сахар, чтобы сахар растворился. И конечно мука, мука, которая обогащена послородом. Давайте, приступим. Приправим. Какой аромат стоит вообще корицы, имбиря молотого. Соединяем все. Мешаем. После этого все добавляем в муку. Тоже промешаем. Давайте растопим мед. Ставим мед в микроволновку, пока не начнет растекаться, пока не получится жидкий вид. Изначально добавим сахар. Сахар примерно 3 на 4 ложки. После этого разбьем 2 свежих яйца. Говорил, что яйца должны быть и комнатной температуры, чтобы сахар легче растаял. У нас сахар растаял. Получилось пенообразная масса. Тогда добавляем мед в жидком виде. 100 грамм примерно. И масло растительного тоже 100 грамм. Еще взбиваем до конца, чтобы все взбилось. Наша жидкая часть готова. Мы взбили мокрую. У нас есть сухая масса. В сухую массу добавили еще ложечку соды. И сейчас все смешиваем. Изначально начну мешать ложечки. Уже начинает потихоньку схватываться, формироваться тесто. Уже ложечки прекращаю. Спасибо вам большое. И начинаю руками. Да, уже наша масса готова. Нашу заготовку ставим в пакет и в холодильник на полчаса. Ну, берем нашу заготовку. Какую толщину? Ну, примерно где-то полсантиметра, чтобы было в толщине. Она, когда еще будет жариться, она еще поднимется слегка. Скалка. Раскатываю на пергаментной бумаге, чтобы мне было проще и удобнее сразу ставить на противень. Не надо смазывать их ничего. Примерно раскатал до нашей железной толщины. Берем форму и достаем. Слегка прижимаем. Остаток наших тестов, который нам не нужен, убираем. Викладываем наше заготовку на пергаментную бумагу и на противень. Наше печень ушки готово на 180 градусов. 10 минут. Запекаем. Наше печень ушки готово. 10 минут прошло. Если вы хотите, чтобы они были более хрустящие, оставьте их еще на 5 минут. Ну, я их доставил, смотрите, мягкие. Но, когда они будут остывать, они будут более хрустящие, но внутри будут сочные. Чтобы они еще получились ровные, нужно их прижать до строчки. Наше печень ушки готово. Наше печень ушки готово. Мы будем делать айсинг или помадку. Для айсинга или помадки нам нужно 200 грамм сахарной пудре. Белок. Уделяем желток от белка. Нам нужен только белок. И взбиваем. Чтобы пудра была более блесок, можно добавить пару капель лимонового сока. Нам не нужен блесок, мы просто будем рисовать печень ушки. Нашу помадку берем. У меня есть маленький мешочек. Обычный. Накладываю нашу помадку. Уголок обрезаю. Маленькая, тоненькая дырочка, чтобы убила. И начинаю рисовать. Обвожу контуры. И делаю влаги рисунок у утра. Наши пряничные печенье готовы. Мы вам рекомендуем этот рецепт. Он очень-очень ароматный. Весь дом пахнет этим ароматами. Ароматами имбира, корицы. Рождества. Рождества. А Рождество, вся семья дома. Это для всей семьи, да? Однозначно. С праздником вас, друзья. Удачи вам, счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова